я рад приветствовать василина вас в эфире здравствуйте здравствуй майкл здравствуйте радиослушатели и интернет-пользователи интернет-слушатели главная тема естественно эта тема прогнозов василина у меня тебе такой вопрос очень многие люди воспринимают астрологов как своего рода гадалок чем отличается предсказание от прогнозов конечно прогнозы точно такие же прогнозы как метеорологические точно то же самое если какие-то например человек делает геополитические прогнозы он на чем-то основывает свое мнение метеоролог там тоже основывает и нам астрологам тоже есть на чем основывать свои прогнозы и свое мнение у нас база у нас основа ну хорошо давай тогда поговорим с тобой о чем геополитической обстановке прогнозе да может можно о чем угодно но все-таки пару слов раз уж мы коснулись самой науки астрологии я я скажу объясню есть люди которые до сих пор скептически относятся к этой удивительной науке сама я очень благодарна тем астрологам которые были до меня тем поколением древних астрологов которые сумели сохранить знания удивительные знания не растерять их и не растратить и сохранить как есть именно в той форме такой вот всеобъемлющий и многогранный вот сейчас все что происходит в мире это разъединение наук различных там медицина себе физика себе химия себе а в астрологии все эти науки соединены воедино астролог ведь он должен быть историком географом разбираться в медицине не говорю уже о том что астролог должен знать математику геометрию и много других наук ну и конечно же гуманитарные и точные здесь объединяются еще и психология все объединяется именно здесь и поверхностные знания там чуть-чуть там чуть-чуть для астролога это слишком мало астролог должен лезть глубоко в географию например потому что у нас есть раздел астрокартография в медицину глубже лечь или лесть чем у нас база медицинская потому что он должен разбираться в диагностике заболеваний по гороскопу есть здесь человек грамотный обязательно должен быть они какой-то витающий в облаках поэтому астрология наука еще и поэтому наши клиенты так с клиентская база это прежде всего люди образованные имеющие несколько высших образований которые строят карьеру которые где-то уже находятся на такой важной жизненно важной точке первую очередь конечно образованные с широким кругозором а какие-нибудь бабульки и дедольки суеверные к астрологам не обращаются обращаются люди которые понимают что астрология это наука ну и некоторые там задают такой вопрос а эти там какие-то планеты далеко-далеко как они могут действовать на нас и люди не привыкли к тому что что-то нельзя потрогать пользуются по мобильной связью пользуются спутниковой связью люди вы можете потрогать мобильную сеть вы можете потрогать спутниковую спутниковую сеть нет а в то же время вы верите что все это работает точно так и астрология просто спутниковые телефоны мобильные телефоны мы держим в руках и набираем какой-то определенный цифровой код точно так мы соединяемся и с планетами нам нужен тоже цифровой код дата рождения время рождения географическая широта географическая долгота точка временная и раз и мы вошли в контакт связались какой-то определенной планеты мы сделали это автодозвона автоматически соединение происходит в определенную точку времени вот и все это такая же система по которой мы работаем астрологи спутники сеть планеты все то же самое только вместо функции мобильного телефона у нас наш человеческий мозг мы же ведь тоже работаем на электричестве если кто-то не в курсе уже 200 лет открыли как что человеческий мозг воспринимает электрические сигналы и эти электросигналы вызывают электрохимическую такую реакцию в организме и вынуждает над действовать так либо иначе вызывает определенные эмоции и состояние организма и все это напрямую связано с этим автодозвоном который происходит по всей вселенной вот и так ну а теперь можно и по прогнозу пройтись но целую лекцию вы тут нам прочитали василий новинскевич здорово как бы сказала стабендер хорошо излагает поехали давайте по прогнозу ну во первых я вчера глянул так сказать на небо и увидел полную луну это полнолуние вроде бы наступила как бы у нас сегодня с утречка но вообще прогноз основывается не только по луне а тут широкий спектр различных таких показателей на неделю луна это начало либо конец чего-то нового и луна несколько иначе действует на нас чем все остальные объекты солнечной системы мы более подвержены именно такому массовому общественному эгрегору просто каждый имея свой персональный код воспринимает его с персональной такой позиции для у кого-то эмоции проявляются у кого-то нет у кого-то глубоко зарыты ну и в целом конечно если прогноз мы сейчас будем обсуждать такой геополитический то нам луна мало дает информации просто как галочка что пошел новый цикл а прогноз у нас не связан с месяцем мы поговорим просто о ближайших днях и ближайшей неделе давайте а вот но мы как раз ушли от периода женского такого сейчас временно временно остались женщины немножечко позади ты имеешь ввиду 8 марта да не только 8 марта но и как раз таки были соответствующие астрологические аспекты которые действуют именно на женщин у нас такие события разворачивались вокруг импичмента пакенхе в сеуле у нас в общем-то появился в ирландии там первый министр женщина всего лишь за пять дней но женщины конечно проявились но я уже не говорю о всяких выступлениях имени феминистов влияние ретроградной венеры но не только не только это не только с ретроградной венерой связано но с определенными положениями планет женских можно сказать еще так мы же не мы же не только венеры мы еще и амазонки вот да ну и сейчас вот прямо когда мы с вами тут слушаем и разговариваем но еще сохраняется такой напряженный аспект который касается средств массовой информации журналистов пока еще журналисты в общем то в таком нехорошем положении опасность а также для водителей ну я думаю что погода не очень хорошая кстати говоря я слышала возле озера мичиган сильные ураганы это правда 65 миль в час был ветер возле озера мичиган озеро мичиган это наше озеро хотя по сути это море 65 миль в час если мы умножим примерно на 165 то это довольно много это больше 100 там примерно 110 километров в час 115 наверно это это ветер такой и вообще-то говоря после температуры которая у нас была ну скажем там неделю тому назад плюс 15 плюс 17 сегодня у нас минус 578 наверно с ветром то еще и почище то конечно да погода погода да погода не шепчет но вот эта ветреная погода такая шумная в воздухе которая касается не только журналистов радиоведущих и прочих она будет такая погода сохраняться до 16 марта этот же период опасен для всех транспортных средств которые находятся в воздухе прости пожалуйста перебью до 16 марта на какой территории на всех территориях то есть у меня знаю всему миру конечно конечно это опасная атмосфера такая в воздухе но и для например если взять аэропорт он тоже отвечает определенным аспектом на территории аэропортов тоже могут происходить какие-то опасные происшествия даже в самом салоне самолета поскольку самолет отвечает именно этому аспекту самом салоне внутри толк тоже могут происходить какие-то чрезвычайные происшествия но а сами самолеты опасность до 16 марта и все сохраняется по-прежнему тот же самый аспект когда транспортное средство обрезается на что-то тяжелое вот у нас кстати чп произошло мы с майклом выражаем свои соболезнования попавшим в катастрофу в турции вертолет разбился с нашими россиянами ну вот вот тоже они врезались в телевышку вертолет в телевышку врезался и это аспект который был в затмении то есть транспортные средства врезаются во что-то тяжелое нагрузка идет там на рулевое управление на часть южное полушарие в левую сторону тянет транспортное средство северное полушарие наши в правую сторону тянет транспортное средство то есть там нагружка нагрузка большая на рулевое управление, ну вот как-то так, и не может пилот управлять уже, вот роль не слушается, либо тянет еще по какой-то причине, тянет вообще на самом деле по астрологии к Сатурну, такое впечатление, что стальной вот этот Сатурн, он такой как магнит, поэтому я говорила, что железобетонные конструкции, потому что они армированные, там сталь внутри, металл, тянет к металлу, самолет, транспортное средство именно вот как под магнитом туда попадает, до 16 марта аспект сохраняется, с 17 уже начинает расходиться, но действует другой, с 16-17 аспект связанный именно с террористической угрозой, то есть вот как раз эта неделя до 17 числа, повышенная угроза терроризма, террористических актов, и есть на этой неделе аспект, он перст судьбы, показывает снаряд определенный, снаряд определенный, который несет какой-то органоген, возможно, что это вот фосфорная бомба, учитывая, что Марс находится, ну фосфорная бомба, фосфорный снаряд, ну в общем-то это химическое оружие, применяющееся там террористами, ну и учитывая, что Марс сейчас находится в Тельце, точный аспект этого снаряда попадает на 14 число, это вторник, возможно, что на Донбассе что-то будет такое происходить, и применяться снаряд может на Донбассе, сама вообще такая, такой указатель на органоген говорит об опасности для химических предприятий, которые работают, азот, фосфор, ну у нас тоже есть в Белоруссии Гродно-Азот такой завод, и как раз-таки зона Тельца в Белоруссии вот на юго-западе, и этот завод там находится, поэтому 14 число работающие на заводе, ну будьте внимательны. Завод по переработке азотных удобрений, да, помню. Да, 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 существует до сих пор. Да. Вероятно, да, вероятно землетрясений по 17 число, и 17 число включительно есть, и я бы выделила, хотя говорила об этом в прошлом прогнозе, выделила Италию, Иран и центр Китая. Там что? Вероятность землетрясений. Но я хочу сказать в общем и целом о землетрясениях. Наша планета и магнитосфера, в общем положение планеты в самой Солнечной системе несколько изменилось, и таких землетрясений, которые там 8-9 баллов, я их не прогнозирую больше. Их в принципе уже может и не быть. Ну и слава богу. Мы уже немножко другие, да, вот здесь мы мягче. Люди становятся более агрессивными, а планета более мягкой. Именно вот по землетрясениям. Ну и сам период, конец недели, конец недели у нас связан с рынками, биржами, базарами. В общем-то, такой опасный период, да, конец недели, это 15-17. Ну как раз, по-моему, в прошлом прогнозе ты говорила о том, что все будет разворачиваться. То есть то, что шло вниз, пойдет вверх, то, что идет вверх, пойдет вниз. Вот, скажем, к концу этой недели, правильно? Разворот-то сам по себе на выходные. На выходных биржа, насколько я знаю, не работает. Она отдыхает. Поэтому если 17-го числа идет вниз, то в понедельник биржа открывается и идет вверх. А именно в выходные, возможно, произойдут какие-то важные события, важные встречи политиков, бизнесменов, которые повлияют на эту ситуацию. Что-нибудь еще в плане прогноза? В плане прогноза, ну, эта неделя у нас закончится дождем. Я так думаю, что мы в такой напряженный период, с дождями связанный, скорее всего, войдем с выходными. А простите, в лето, когда мы войдем весной? А, мы еще не перешли вообще даже по астрологическому календарю. Только 23-го числа мы туда войдем, правильно? В весну. 20-го. 20-го. И я думаю, что апрель будет холодный. По крайней мере, на нашей территории должен быть холодный. А, потому что год, в общем-то, тяжелый. Если сейчас пробуждается природа, и нас ждет неурожай, то, скорее всего, природе будет очень сложно в апреле, значит, похолодание. Ну, вот, это как бы и аспект такой есть, и логика, какие сюрпризы нехорошие нам готовит природа. Скорее всего, после потепления сильное похолодание. Все будет несвоевременно. Понятно. Хорошо. Ну, тем не менее, как мы знаем, у природы нет плохой погоды. И на этом, так сказать, оптимистической ноте мы эту часть нашей передачи, наверное, закончим. Это то, что касается прогнозов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...